Привет, друзья! Скажу вам честно, я перезаписывал это видео, потому что в первой версии я много раз называю людей лохами, а я посчитал, что это неправильно. Но знаете, есть выражение, лох не мамонт, лох не вымрет. Смотрите, есть компания аферистов в Украине, которые очень часто, практически при каждом обстреле, когда гибнут мирные люди, они начинают, срочно начинают, называется эмоциональный сбор. Они начинают собирать средства на армию. Много раз уже доказано легковерным, скажем так, украинцам, я буду аккуратно говорить, что эти люди воруют. Что эти люди воруют до 90% от сбора, а иногда все, вчистую. Эти люди это Стерненко, Сергей Стерненко, Сергей Притула. Притула сейчас немножко дистанцировался от Стерненко, но появились проблемы. Почему появились проблемы публичного характера? Потому что первый раз я обратил внимание на этих клоунов, когда они собирали на беспилотники. Месть, месть России. Они собрали на беспилотники из-за расчета 55 тысяч долларов за гунявый беспилотник, который максимум стоит 10 тысяч долларов. Ну а нормальная его цена 5,5, то бишь они украли 90% сбора. Я все это обосновал, показал, разъяснил. К слову, они до сих пор так и не сказали. Купили они беспилотники хотя бы по 55 тысяч долларов. Да, конечно, не купили. Я думаю, не купили. Иногда они собирают, ну Стерненко собирает на, тоже на какие-то беспилотники. Сзади фотографируются с коробками. И потом люди с закрытыми лицами тоже показывают. Смотрите, у нас уже тут беспилотник. Вот в таком роде происходят отчеты. Я показывал, как Стерненко ворует даже на обогревателях. Банально, даже на обогревателях для армии он ворует чуть ли не половину этого сбора. Это также было показано и доказано. Большой проблемой стало то, что я раскрыл, сколько на самом деле стоят бронетранспортеры из Британии, которые закупил притула. Вот. Позже все внезапно прозрели и действительно увидели, просто надо было просто открыть гугл, я не знаю. Увидели, что он закупает эти бронетранспортеры в три раза дороже, чем они на самом деле стоят. Ну и сейчас он направдывается, рассказывает, что это все происки русни, руснявая пропаганда и так далее. Самое интересное, что они продолжают собирать. То есть Сергей Стерненко, являющийся просто аферистом и вором, продолжает собирать средства. В этот раз он сообщил, что к нему обратились воины специальных операций. Но к кому бы им еще обратиться? Они обратились к Стерненко. Вообще Стерненко достаточно комичный персонаж. То есть, к примеру, после обстрела российских аэродромов, когда там 5 декабря, он написал, я же 15 ноября предупреждал. В принципе, можно сегодня написать, что будет какой-то обстрел и он однозначно произойдет. Через месяц или когда там позже. Короче, воины сил специальных операций обращаются к Стерненко. И просят приобрести, вот он даже говорит, 8 полк сил специальных операций, просят приобрести приборы ночного видения. Партия в 30+, 30+, это может 31 или 60 комплектов, будет где-то 6,5 миллионов. Вот так прикинул, прикинул. Партия 30+, 6,5 миллионов. Начинается сбор. Я, когда вижу это, я сразу понимаю, что происходит. И я скромно намекаю на своей странице в Телеграм, что людям лучше помочь близким своим. Лучше, времена тяжелые. Не надо отправлять деньги аферистам, которые воруют 90% сбора. Ни к чему другому не призываю, просто призываю остановиться. Стерненко резко реагирует на это, остро реагирует. Называет меня педофилом. Я плачу от этого, просто меня это очень грустно сразу становится. В этот раз он не перекручивает мою фамилию. Это тоже хороший аргумент. Я же просил не упоминать мою фамилию в суе. Упомянул? Получи. Уже очень скоро у Стерненко получается собрать 5,5 миллионов гривен. При этом он призывает не бросать деньги аферистам, которые могут просить от его имени. Просит бросать деньги лично ему, другим аферистам не бросать. Давайте теперь рассмотрим, что такое 30 плюс приборов ночного видения. Итак, 6,5 миллионов. Мы делим по официальному курсу, получаем 177 тысяч долларов. После этого мы интересуемся, сколько стоят такие приборы ПВС-14. Они продаются в Соединенных Штатах Америки. Это американское производство для военных целей продаются в США. От 2,500 до 4,295 долларов. Видите, 2,500, 4,200, грубо говоря. После этого мы делим 177 тысяч долларов на 4. Я подробно объясняю, чтобы все все понимали максимально. Делим 177 тысяч долларов на 4 тысячи, получаем 44 прибора. Но это максимальная цена, супер максимальная цена. Поэтому, скорее всего, нам надо делить на 3 тысячи. Хотя это тоже очень много для такой партии. Мы делим на 3 тысячи и получаем 59 приборов ночного видения. То есть, Стерненко должен будет показать 59 новых приборов ночного видения ПВС-14. Фишка в том, что он их никогда не покажет. Он их не сможет показать. Почему? Потому что существует ИТАР. Не знаете, что такое ИТАР? ИТАР это правило международной торговли оружием. И под это правило четко попадают дальномеры, оптическое оборудование и аппаратура. Вы можете не верить мне, но перейти на сайт Госдепартамента, где вам объясняют. Дело в том, что этот ИТАР появился во времена Холодной войны. Штаты его ввели для того, чтобы это оружие, выходя за границу Соединенных Штатов Америки, оружие, приборы и так далее, не попадало в чужие руки. Для того, чтобы купить ПВС-14, необходимо подписать декларацию ИТАР. И в этой декларации ИТАР надо подписать, что этот прибор никогда не покинет пределов Соединенных Штатов Америки. Можем опять-таки не верить мне, зайти туда, где продаются эти приборы и везде, где они продаются, внизу вы столкнетесь с необходимостью подписи, декларации ИТАР. И причем это не шутки, то есть это не шуточная какая-то декларация. Дело в том, что за несоблюдение этого правила сажают в тюрьму. Со Штатами никто не хочет играть в игры, и Стерненко тоже, поверьте. Поэтому никакой декларации, конечно же, он подписывать не будет. Он не может купить эти приборы. Что же происходит в таком случае? Я вам объясню. Ну, во-первых, существуют сайты, где они продаются по 100 долларов за килограмм. Но это, конечно же, не настоящие приборы. Это приборы для страйкбола. Вот их можно купить по 100 долларов. Но если мы переходим на сайт OLX, мы внезапно видим ПВС-14. И по цене 150, 180, 120 тысяч гривен. Вот. Мы читаем. Не коммерческий аналог из Европы, а военный прибор из США. Это везде указывают. Это очень важно. Что это не какая-то коммерческая фигня из Европы. А настоящий военный можно приобрести в США. И они указывают, что у них есть новые приборы ПВС-14 из Соединенных Штатов Америки. Новый прибор без использования производства США. Продам новый ПВС-14 оригинал, привезенный из США. Но постойте. Я же только что сказал. И это подтверждает Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, что эти приборы невозможно привезти из США. Дело в том, что США сами их передали Украине совершенно бесплатно. Вот как раз узнаем их цену. На 5,8 миллионов было передано 2,5 тысячи приборов. Абсолютно безвозмездно. Считаем 5,8 миллиона на 2,5 тысячи. 2,320 долларов. Так я где-то и думал. Но самое главное, они были переданы безвозмездно. Их передали безвозмездно. Но по моей информации, ни один из этих приборов реально к военнослужащим не попал. Командование побоялось, что их будут списывать и продавать. В таком случае Соединенные Штаты Америки начнут задавать вопросы. Они и сейчас начнут задавать вопросы. Потому что мы попытаемся сделать все для того, чтобы у них эти вопросы появились. Первый вопрос. Откуда теперь возьмутся эти приборы у Сергея Стерненко? Ниоткуда. Я склоняюсь к первому варианту. Что он вообще ничего не закупит. Появится несколько человек с замотанными лицами. Которые будут махать невнятной коробкой. И говорить вот спасибо Сергею Стерненко. Или у них будет опытный образец. Один на всех. И будет несколько показано человек. Которые будут говорить ой-ой-ой, большое спасибо. Передавая прибор из рук в руки. Один и тот же. Он не сможет их закупить в Соединенных Штатах Америки. Потому что не сможет подписать такую декларацию. Ну и конечно же он даже и не планировал. Ему надо продемонстрировать не 30 плюс. А как минимум 50 таких приборов. Но он этого все равно не сможет сделать. Почему? Потому что он покажет их. И это будет роспись в том, что продаются приборы, которые пришли совершенно бесплатно из Соединенных Штатов Америки для украинской армии. Тут есть два аспекта. Первый. Я абсолютно уверен, что в схеме воровства участвует министр обороны Украины Резников. Ибо министр обороны Украины Резников заявил на голубом глазу, что им очень пригодились снимки со спутника Стерненко, которые не видел никто и никогда. Напомню, снимки абсолютно бесплатно предоставляются американской стороной. Снимок со спутника Стерненко и Притулы не видел никто вообще. Если министр об этом заявляет, значит, наверное, он в теме. Второе. Если они откуда-то возьмут хотя бы 10 такого рода приборов, они их не могут взять нигде, как только из разворованной партии, которую бесплатно отправили в Соединенные Штаты Америки. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в этот раз, как и много раз до этого, Сергей Стерненко украдет 100% сбора. Кто еще в теме? Я убежден, что владелец монобанка Олег Гороховский знает, что деньги воруются. Он видит, что эти деньги... Куда перечисляются эти деньги? Эти деньги не перечисляются ни на покупку никаких приборов ночного видения. Он не может этого не знать. Поэтому он однозначно в теме. В теме разворовывания средств, которые собираются на украинскую армию. Мне кажется, я все очень доступно объяснил. Раньше за такое расстреливали. Пока.